Я надеюсь, что самый первый шок прошел, потому что я так понимаю, что первый шок – это все-таки история как раз прошедшей недели, когда это внезапно на нас все свалилось. И, ну, давайте честно, я, конечно, когда все это началось, моя подлая честная реакция была, ну, слава богу, потому что последние лет 15 все попытки, пляски с бубнами, уговаривания, угрозы и шантаж не приводили к такой реакции. К такому результату, что преподаватели в большом таком количестве пошли в интернет. Масса была курсов, масса всяких разных тренингов с сертификатами, без сертификатов, повышение компьютерной грамотности, понижение компьютерной грамотности. Все это было, но только стрессовые ситуации, по сути, помогают нам понять, чем отличается обучение от получения сертификата. То есть мы на самом деле это все сейчас в реальности видим. Вот, это как бы была первая бессовестная реакция, я в ней честно совершенно признаюсь. Это прям подарок судьбы для нас, для тех, кто переводит из традиционных моделей взаимодействия в цифровые, дистанционные и смешанные. То есть здесь надо понимать, что я не такой неадепт стопроцентного дистанционного обучения. Я про смешение подходов, про то, что в зависимости от педагогической цели нам необходимо выбирать различные способы взаимодействия с аудиторией. И да, действительно, есть вещи, которые невозможно изучить, получить опыт, научиться чисто в дистанции. Но чаще всего в дискуссиях я вижу две противоположные точки зрения. У нас есть прям цифра, все, 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 она все заменит. И вторая точка зрения, что даже историю невозможно учить дистанционно, преподавать дистанционно. Это все неправильно и не отбукал. То есть я в этом смысле центрист, такой вариативный спец, который и про смыслы, и про форматы, и про инструменты. И поэтому вот в этом контексте, в этом ключе спокойного подхода к задаче я и хотела бы провести сегодня наш вебинар. Значит, давайте договоримся по правилам. Если у вас возникает какой-то вопрос, прям по ходу того, что я говорю, при этом там это возражение, это сомнение, это там вопрос общий, там дробный, вообще не важно какой, вы его сразу записываете и фиксируете. Я буду глазом следить за развитием событий и либо включать ответ на этот вопрос в свою речь, либо потом мы чуть по окончании выделим время и там эти вопросы пообсуждаем. Значит, я, чтобы вы тоже понимали, я там в течение следующего месяца, наверное, абсолютно в полном доступе для вас. Вы меня знаете там в Фейсбуке, можно мне написать в личку, совершенно любой вопрос, самый детальный. Мы там не вылазим из скайпов и переговоров по выстраиванию уже конкретики. Но надо понимать, что сейчас вот в этом вебинаре не получится прям конкретно расписать каждый ваш урок по каждому вашему предмету, каждое ваше занятие и курс. То есть мы сейчас проговариваем общую логику, общий концепт, общие правила, по которым дистанты разрабатываются. А если у вас остаются какие-то прям детальные вопросы чисто по своему курсу, приходите в Фейсбук в личку, все договоримся, все обсудим вообще без каких-либо проблем. Окей, поехали. Значит, все у нас. Пять минут мы честно подождали всех участников, кто хотел к нам присоединиться, остальные все получат запись, вы тоже получите запись, получите и презентажку, которую сейчас я вам буду показывать, и дополнительные материалы. Чем больше вопросов вы задаете, тем разнообразнее материалы я смогу вам выслать по итогу. Ну, поехали. Значит, с нами случился внезапный дистанк. Хотели мы, не хотели, так получилось. Это дано в задаче. Для того, чтобы начать действовать, любому человеку в шоковой ситуации нужно пройти мои любимые пять стадий принятия мультимедийной реальности, дистанционной реальности. Возможно, вы уже отследили в себе состояние шока, состояние отрицания. О, Господи, только не со мной. Дальше кто-то быстро, кто-то небыстро перешел в стадию гнева, потому что никто ничего не понимает, никто ничего не делает. Распоряжения там такие-сякие, родители с ума сходят вообще от разнообразия информации, что делать, уводить детей, не уводить. Студенты уезжают из общаги, не уезжают. Это страх, ужас или вся фигня. То есть бардак в окружающей среде, естественно, выбивает нас из колеи и заставляет нервничать. И здесь надо понимать, что есть люди, которые в стрессе собираются в кучку, и для них это такой... А сейчас мы начнем действовать. Есть люди, которые в стрессе, наоборот, растекаются, им очень тяжело действовать до тех пор, пока им четко не пропишут, что делать. Это не плохо, не хорошо. Это особенности психики, особенности предыдущего опыта, наличие либо отсутствия травм, других глобальных изменений. То есть в данном случае каждый из нас реагирует абсолютно индивидуально. Это особенности психики. Здесь нужно чуть-чуть оторваться от переживаний, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на ситуацию со стороны, что я сегодня постараюсь помочь вам сделать, и выработать план действий, который сохранит и вас как человека, и вас как преподавателя, как педагога, и не загонит вас ни в какие нехорошие психологические состояния, давайте аккуратненько так скажем, хотя это реальность достаточно, вернее, вероятность такого достаточно высока. Вирус подхватите, не подхватите, а голову свою не отключить. Поэтому, значит, там был гнев, я это все сканировала, делала скриншоты комментариев различных, там и педагогов, и преподавателей. Был гнев, он кое-где у кого-то еще остается. Дальше пошел торг. Торг пошел в формате, например, а вот если я проведу видеолекцию в Зуме, типа это же все будет нормально, да, это вот типа считается, что я провела занятие, или а если мы разошлем просто всем домашние задания, они их выполнят, это же считается, что они учатся и так далее. Ну, там в разных формулировках это все, но это вопрос торга. А если я сделаю точно так, как Силантьева говорит, все будет хорошо, ну, нормальные такие торговые, торговые, да, торговые фразы. Это тоже нормальная стадия принятия психики вот того, что происходит. Дальше у нас идет депрессия. И вот здесь это я отследила в четверг, начало пятницы. Кому смогла, у кого, с кем у нас такие хорошие отношения, я пришла просто в личку, потому что опускание лапок и йокарный бабай, я не справлюсь, у меня ничего не получается. Остаются вообще задолбали все вокруг со своими требованиями, уволились к чертям и все. Это, к сожалению, совершенно нормальная история. И, к сожалению, нам придется пройти все эти пять стадий, дойти до стадии принятия за достаточно короткое время, потому что нам нужно собраться в кучку и доделать ту работу до конца учебного года, которая у нас есть. В состоянии шторма. Дано в задачке вокруг шторма. Значит, что мы с вами будем делать? Вот когда вы заполняли анкету для участия в этом вебинаре, один из вопросов, который я вас попросила ответить, один вопрос звучал так, что вас больше всего пугает, бесит, раздражает в контексте этого внезапного дистанта. И смотрите, вот у нас 50 человек зарегистрировалось, и подавляющее, я сгруппировала ответы, очень сильно беспокоит потеря личного контакта, того, что мы считали абсолютно естественным в учебном процессе, когда мы можем прийти, когда мы можем увидеть эти глаза. Даже когда у меня там аудитория в 300 человек сидит, меня слушает, я все равно, как преподаватель, я вижу, вот те у меня спят, вот эти у меня чатятся, вот это у меня где-то сидит, у нее там любовь неразделенная. То есть я по их поведению, по их невербалике могу посмотреть, насколько они включены в учебный процесс. И когда мы автоматически переносим, когда мы просто взяли скопипастили, вот я там говорила лекцию, и я, значит, здесь буду в прямом эфире, в зуме говорить эту лекцию, действительно, самое первое, что мы теряем, вот это вот естественный контроль, который для нас абсолютно не... Мы не отслеживали, оно совершенно естественно, это все видеть. Потеря этого контроля, она пугает. Нам кажется, что здесь есть определенная иллюзия и есть объективная реальность. Объективная реальность в том, что даже если вы включите все свои 100 человек или там сколько у вас есть в группе, включите видеосвязь, вы не сможете таким же образом, как в очной аудитории, следить за их мимикой, реагировать на их мимику. Камера работает по-другому, вещание работает по-другому, общение через монитор не равно живому общению. Оно неплохо, нехорошо, оно другое. Мы когда по телефону разговариваем друг с другом, и то, как мы разговариваем друг с другом на кухне, за столом, это разная речь, это разный способ выражения, очень часто не отслеживаемый нами, как это все меняется. Поэтому все, что касается личного контакта, я расскажу в контексте вебинара, я расскажу, каким образом этот контроль за взаимодействием и за личным контактом, как его восстановить. Но что дано в задаче, опять же, что это не будет в той форме, в которой вы привыкли. Нельзя взять, скопипастить и получить абсолютно тот же самый результат. Нужно перестраивать процесс, нужно перепроектировать то, как вы учите людей, для того, чтобы выйти в дистант и получить достижение вашей педагогической задачи. Значит, контроль за реакциями, контроль, вот личное взаимодействие, это то, что нас всех волнует, и это действительно ключевая тема перевода в дистант. И по какому пути идет большинство преподавателей и учителей? Вы это видите по обсуждениям на профессиональных форумах. Люди первым делом ломанулись искать инструменты, которые помогут им продолжать делать то, что они делали раньше. Ну, самое первое, это решение, где есть такая платформа, желательно бесплатная, чтобы она вытащила там 100 человек на лекцию, и чтобы я вот в прямом эфире прочитал лекцию, и это, собственно, является процессом обучения. Когда мы переводим любой курс в формат дистанта, мы не копируем то, что у нас есть в очне. Мы делаем шаг назад, и мы перезадаем себе вопрос, мы перепридумываем программу, мы задаем себе вопрос, а на самом деле, чему мы хотим человека научить, и какого результата, педагогического результата, какого изменения в нашем ученике мы хотим добиться в результате этого обучения. К сожалению, когда мы проектируем обычные, очные, особенно если мы говорим не про платное, не про дополнительное образование, а про стандартную программу школы или стандартную программу вуза, мы забываем этот вопрос задавать. Мы очень часто идем от того, что вот у нас есть тема, вот у нас есть название предмета, что люди внутри этой темы должны знать. Иногда люди любят компетентностный подход и с радостью пишут эти УМХ, а есть люди, которые терпеть не могут компетентностный подход и считают, что это полнейшая фигня. По-разному. Но смысл в том, что мы идем не от самих учеников, от студентов, а мы идем от того, что прописано в учебном плане. Поэтому, когда мы переводим дистант, нам придется подумать о тех людях, которых мы учим. Потому что если раньше вы... у вас по расписанию стоит занятие, и ученики и студенты обязаны на него прийти, и дальше вот они пришли, мы зафиксировали их приход, и у нас стоит галочка, что, ну, типа, они тему проходят. В дистанционном нет такого понимания, что присутствие в эфире либо просмотр видеоролика привел к какому-то образовательному эффекту. Мы проектируем с обратной точки зрения, не с того, что мы должны им рассказать, а с того, какой результат, какой эффект, какое изменение в них мы должны получить. Затем мы проектируем, каким образом мы узнаем, изменился человек, не изменился, понял, не понял, разобрался, не разобрался. Дальше, каким образом мы будем это проверять, на какой деятельности мы увидим, что он поменял свое поведение. Затем, какие действия нужны с нашей стороны, либо какой контент нужен для того, чтобы дать ему ресурсы для этого изменения. И затем уже в какой форме мы это отдадим. В виде видеолекции, в виде там мультимедийного лонгрида, в виде набора материалов, заданий, упражнений и так далее. То есть это проектирование идет от человека, кого мы учим, зачем мы учим. И затем уже это все приходит в контент. То есть что у нас еще есть по ожиданиям и по страхам? Есть история про отсутствие опыта и прям сквозит в ответах, что отсутствие опыта прямых эфиров, проведения вебинаров, записи видео и так далее. И вот такой подход, который мы практикуем для дистанта, он позволяет вообще вопрос видео и особенно прямых эфиров решать в самую последнюю очередь. Вполне возможно, что для вашего предмета даже не понадобятся эти прямые эфиры вести. То есть вот этот вот страх, мы его откладываем немножко в сторону. Сначала проектируем то, что вы будете делать, а потом посмотрим, какая доля из этого требует прямого эфира. Тем более, что, например, когда я разговариваю с людьми, получается, что видеозвонки по WhatsApp – это нормально? И они привыкли. И видеозвонки по Skype с родственниками, друзьями и с коллегами – это нормально. И они не боятся. И они могут даже поставить камеру так, чтобы… Это мой вчерашний вообще очень любимый скрин из переписки, что, уважаемые родители, имейте в виду, что во время прямых эфиров дети включают камеры и микрофоны, и частенько на заднем фоне проходят родители в трусах. Ну, то есть вот думать о заднем фоне, что там происходит на заднем фоне, те люди, которые практикуют часто видео, они про это помнят и закрывают двери, а те люди, которые только-только вошли в эту среду, забывают и периодически палятся. Вот. Короче, видео, оно действительно одно из самых сложных вообще для человека неопытного в вещании. Но вот можно отложить этот страх чуть попозже, мы с ним разберемся. Сначала нужно разобраться, что мы хотим от наших учеников. Дальше, что у нас еще волнует? Вот есть ответы «волнует все», «волнует ничего». Это история про как раз вот состояние шока и состояние «господи, за что хвататься?» Это такой хороший симптом, на каком этапе принятия человек находится. И есть еще страх и опасение, что студенты будут смотреть фоном, и вот давайте договоримся, студенты приходят и очно слушают фоном. И люди могут находиться в аудитории и якобы что-то слушать, но в голову ничего не входит, потому что они занимаются своими делами. Я лично вязала свитера на скучных лекциях, я ничего не помню про современные международные отношения, потому что более унылой чешуи в моем курсе не было. И поэтому само физическое присутствие оно все равно не гарантирует вам этого слушания. Поэтому в дистанции надо принять, что количество людей включенных всегда мало, что в очном формате, что в дистанционном. И от этого мы и будем дальше отталкиваться, мы не будем натягивать идеальную картинку высоко мотивированного, нацеленного на получение знаний студента, не будем натягивать на всю нашу группу, ну потому что в реальности это далеко не так. Есть люди мотивированные, понимают, зачем они пришли на курс. Есть люди, которые пришли, потому что они стоят в программе и нужно поставить галочку зачета, не зачета, получить оценку. Есть люди, которые с халявиц постараются слиться с предметов при первой же возможности. И вы не несете ответственность как педагог, как преподаватель, вы не несете ответственность за то, чтобы все были высоко мотивированы. Давайте теперь пойдем по алгоритму, по шагам, каким образом мы проектируем. Инструменты, друзья мои, будут самым последним этапом. В каких сервисах это все делать, это будет последним этапом. Мы переводили в цифру, мы переводили очень близких к вам людей по типу деятельности журналистов и редакторов. Лет 15, даже там уже 18-20 назад перед другой отраслью стояла абсолютно та же самая проблема, которая стоит сейчас перед образованием. Вот у нас была печатная газета, вот у нас была редакция, которая работала вот так, как она привыкла работать, и внезапно появляется интернет со своими правилами, со своей монетизацией, со своими бизнес-процессами, которые рушат все то, к чему мы привыкли. И вот для медийной сферы мы тоже всегда говорили, вы не можете просто взять и выложить свою газету в интернет, и это будет та же самая газета. Нет, не будет. Вы не можете выложить PDF-ку, вы не можете выложить все материалы, которые были написаны для печати, положить в интернет, получить такой же эффект. Среда очень сильно меняет то, как люди с ней взаимодействуют. Поэтому до тех пор, пока вы не пройдете смысловую часть, что вы делаете, какой продукт вы делаете, для чего, для кого и какой цели вы добиваетесь, вы не сможете выбрать тот формат сайта ЛИ, видеоконференции ЛИ, которая вам поможет свою цель достичь. И какие грабли мы натолкнулись и в области медиа, и в области образования. Люди говорят, да-да-да, да, все, вот эта вот смысловая часть, мы ее все решили, мы все поняли, ага, теперь какой инструмент. Это происходит с тайм-менеджментом, это происходит с управлением, это происходит с контент-менеджментом, любую коммуникационную сферу мы берем. Люди стараются проскочить этап продумывания и быстренько сверстать какой-нибудь красивый сайт или освоить какой-нибудь суперинструмент. Но люди и в образовании, и в медиа идут не ради инструмента. Они приходят на лекцию того или иного профессора, спикера, учителя не потому, что есть какой-то технологический выверт. Они приходят ради смыслов. Если человек интересно рассказывает, понятно объясняет и открывает для людей горизонты знаний, занимается просветительской деятельностью, к нему приходят не потому, что он вещает через Zoom, не потому, что он делает интерактивщики прикольные на Google-формах или кахутом пользуются. Они приходят, потому что тот смысл, который педагог дает, какой преподаватель дает, он интересен, полезен, востребован, как-то совпадает с личными целями студента. Поэтому при перепроектировании нам в обязательном порядке нужно уделить время, я думаю, что целый день. Лучше, конечно, больше, но целый день у нас наверняка на это есть, чтобы перепридумать по каждому нашему курсу, по каждой нашей аудитории. Собственно, вот для нас зачем мы это делаем и какую степень вовлеченности мы можем позволить себе. Опять же, давайте честно, мы здесь не про великое красивое будущее, а про реальность. У нас у многих, если особенно вы читаете несколько курсов в университете, у нас есть те курсы, которые мы любим, мы лично, и те курсы, которые нам навязали. Они внезапно пришли и сказали, ты там, ну, это классические мои примеры, ты там что-то в компьютерах понимаешь, а будешь читать вот это вот. Знаешь ты про это что-нибудь, не знаешь, ну, тебе сделали нагрузку, и ты это тачешь. Поэтому на первом шаге, что вам нужно сделать? Вам нужно отритинговать все те курсы, которые вы читаете, именно по степени вашей готовности включаться. совершенно нормально понять, что вот этот курс, вы вкладываться в него сердцем не готовы, и ваша задача провести его, вот то, что называется, на минималке. Вы не сможете все сделать по высшему разряду. Вы не сможете, судя по тому, что вы писали в анкесе, вы не сможете все пройти на минималке. Поэтому вам нужно отранжировать и уделить больше внимания, больше сил вложить в одно, и только вы можете определить, во что. И остальное пройти по планочке, чтобы не уволили, не наругали и так далее. Невозможно сделать все по максимуму. Дальше. Следующий шаг, который в обязательном порядке вам нужно узнать. Я в курсе, что сейчас, бардак везде. И в департаментах, и в министерствах, и на кафедрах, и в деканатах. Вообще никто ничего не понимает, никто ничего не может точно сказать. И в данном случае ждать, что вот кто-то придет и четко пропишет и поведет за собой, ну, к сожалению, приходится в очень-очень редких случаях. Где раньше было выстроены процессы, они и сейчас в шторм более-менее выстроены. А где раньше был бардак, то есть сейчас еще больше бардак. Поэтому сейчас вам нужно выжить самостоятельно. Либо там в рамках какого-то коллектива, поддерживающих друг друга, преподавателей и педагог. Поэтому вам нужно узнать сейчас хотя бы приблизительно. вас будут учитывать и вас будут контролировать по количеству посещенных детей на семинарах или вас будут контролировать по количеству выполненных заданий. Потому что вот я там тоже в нескольких дискуссиях участвовала, и эта форма контроля, сколько было на очном вебинаре, такая тоже возможна. Ну, у людей по разному башка устроено, у контролеров и у менеджеров. То есть если вас контролируют по посещаемости, следовательно, мы на минималке проводим вебинар, на котором ставим галочки, кто был. Если нас контролируют за выполненные задания, эссе, домашние работы, упражнения, сданный, не сданный зачет, сданный, не сданный экзамен, тогда вот эта паника по... Нужно обязательно по расписанию провести лекцию, ее лучше отпустить и сконцентрироваться на том, чтобы подготовить в асинхронном режиме, подготовить ваши группы к сдаче экзамена, зачета, либо вот какой-то контрольной работы, которую вы готовите. Третья очень важная штука. Вы ценный ресурс. Вы сами по себе... Знаете, в самолетах сначала маску надеваем на себя, потом на ребенка. Нам важно, чтобы вы не выгорели за это время. Очень часто у педагогов, очень часто у преподавателей вот это вот «я костюме лягу» не надо. Наша задача – выжить и наша задача – довести нормально студентов и учеников до окончания этого шторма. Поэтому не надо ложиться костюме, не надо «я сейчас быстренько освою 18 тысяч новых сервисов, форматов и так далее». Не в этом ваша задача. Ваша задача – выдохнуть, успокоиться, распланировать, выбрать самое важное, сконцентрироваться на самом важном и за собой потихонечку повести паникующих родителей и паникующих студентов, которые тоже вообще не понимают, что происходит, что делать и так далее. То есть ваша задача – упорядочивать, при этом делать это спокойно. Что помогает упорядочиванию? Мозг не в состоянии удержать большое количество факторов, особенно быстроменяющихся факторов. Поэтому любая визуализация, любая выгрузка из головы, что вам нужно делать, в каком порядке, и что вы будете преподавать, и как вы будете преподавать, вам очень сильно психологически поможет. И в том числе, кстати, вашим ученикам, вашим студентам тоже поможет. Один из способов визуализации – это то, что практикую я, могу вам показать – это карта курса. Значит, это не тот учебный план, который мы отдаем на утверждение. Это не тот бюрократический документ, который с нас периодически требует. Это документ для людей. Это документ, в первую очередь, для меня. И во вторую очередь, это документ-навигатор для студентов, что мы будем изучать, и какие темы входят в эту программу, в этот проект. Почему такие карты помогают, особенно помогают Шторм? Абсолютнейшая метафора с путешествиями, абсолютная метафора с кораблем в тот же самый Шторм. Когда любое обучение – это некое движение от того, что я не знаю, к тому, что я знаю больше. И вот это движение, оно требует определенной карты. Я должен понимать, к сожалению, те учебные планы, которые у нас есть, и та практика, которая сложилась в школах и университетах, это ты придешь на урок, ты придешь на предмет, и там тебе педагог скажет, кем у сегодняшней лекции. Когда у вас есть, когда вы отдаете, то есть вы ее сами пишете, и когда вы ее отдаете студентам, вот этот уровень фоновой тревожности, а что будет дальше, он сильно снижается, потому что человек видит, вот это карта моего путешествия, вот мой маршрут, мы пойдем сначала сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Еще одна какая-то штука, какое поведение идет за этой картой. Они начинают на опережение смотреть материалы, они начинают видеть в окружающем их контенте какие-то отсылки к незнакомым словам. Мы там особенно, когда когнитивные искажения начинаем изучать, это вот для педагогов у меня, для макеминых педагогов у меня курс. Когда мы начинаем изучать разные форматы представления контента, люди приходят на этап, когда нужно что-то сделать, и они говорят, ой, вы знаете, я там вот этот видеоролик видела, то есть у людей включается узнавание незнакомых слов, каких-то незнакомых понятий, и они больше вовлечены в этот ваш продукт, в этот ваш предмет. То есть это психологическое успокоение для вас и для вашей группы, и навигатор, маршрут, карта, по которой вы двигаетесь. Вот честно, можно даже вот... Я сильно люблю майндмэпы, то есть я не давлю с точки зрения форматов, да, людей. Если кому-то понятнее, привычнее сделать это в виде вордовского файла, можно сделать в виде вордовского файла. Здесь самое главное требование, что это не копипаст учебного плана, который мы отдаем бюрократам. Это человеческим языком, понятными глаголами написано, что мы будем изучать. И не всегда даже структура этого совпадает с тем, что мы отдаем на проверку. Наша задача при составлении этой карты объяснить людям, что мы будем изучать и какие у нас темы есть. А дальше мы просто провели занятие или отдали вы, не знаю, набор книжек на почитать. И вы в этой карте вот отмечаете. Вот эту тему мы проходим через вот этот контент. Вот эту тему мы проходим через консультирование или проект в малой группе и так далее. То есть вот навигация, она успокаивает и дает предсказуемый маршрут того, что вы будете делать. Если есть какие-то вопросы, я напоминаю, да, если возникают вопросы, пишите их там либо в чатик, либо в раздел «Вопросы» прямо по ходу действий. Значит, дальше. С точки зрения форматов взаимодействия со студентами и проектирования этого образовательного опыта, мы идем от интерактива к лекциям. То есть обычно люди, ну, кто сильно в педагогику не погружался, именно в саму педагогику, люди следуют тому, как они видели, как их учили. Ну, то есть мы наследуем тот опыт, в котором мы жили. Если у вас у самих, как у преподавателей, не было опыта разновозрастных групп, там, не знаю, групповой проективной деятельности и, не знаю, там, дистанционной распределенной команды, вам будет очень тяжело это организовать для других. То есть сначала вы должны получить сами этот опыт, а затем уже вы сможете потихонечку это моделировать для других. И поэтому, так как мы в основном в нашем привычном опыте видели в своей жизни лекции, семинары и лабораторные работы, то когда мы становимся педагогами, то мы на автомате начинаем вести лекции, семинары и лабораторные работы. И только осознанное погружение в другие педагогические практики позволяет нам научиться и получить другой опыт, что образовательную деятельность можно организовывать как-то еще, кроме этих трех привычных нам форматов. И вот когда мы проектируем дистант, мы проектируем не лекции, а потом практику. Мы проектируем сначала все, что связано с групповой работой, с интерактивом, с консультациями, со взаимодействием. Кладем это на план. И затем то, что связано с асинхронностью, то, что вы можете подобрать материалы, отдать студентам и затем на выходе сказать там, по итогам вот изучения этого всего вы пишете эссе, по итогам изучения вот этого всего вы делаете групповой проект. По итогам вот изучения этого вы делаете, не знаю, там, индивидуальное какое-то свое задание, и мы потом там в WhatsApp связываемся, и я вам даю обратную связь по вашему проекту. То есть все, что связано с деятельностью студента, проектируется в первую очередь и планируется в первую очередь. А затем мы смотрим то, что осталось, то, что вот уже не входит ни в какую интерактивную деятельность, вот это уже мы превращаем просто в подборки контента для расширения кругозора, и это превращаем в наши видеолекции, если нет других видеолекций уже готовых. В этом смысле, конечно, каждый из нас преподает очень разные предметы. И по каким-то предметам контента уже нагенерено много, и можно взять, там, если школьная история, то там зависимость от класса, в зависимости от предмета, есть там огромные системы, там, вплоть до Я-класс, Я-учебник, откуда можно этот контент брать и не перезаписывать, не дублировать этот контент самостоятельно. Взять, интегрировать, сделать, как это у нас называлось-то, не... Дайджест, да, сделать дайджест и отдать это на изучение, а самому сконцентрироваться на обратной связи по вот эссе, по домашним заданиям и так далее. Если речь идет о, там, вузовской программе и вузовском каком-нибудь авторском курсе, понятно, что доля нашего вклада авторского там будет выше, потому что, ну, по этому вопросу в мире существует тот преподаватель, один из которых вы. Вот, поэтому в зависимости от того, насколько уникальный курс вы читаете, ваша доля личного вклада и создания вашего контента будет, конечно, выше. Но все-таки сначала дайджест, сначала собрать, сначала подобрать ролики на TED с выступлениями и самому вложиться не лекцией, а вложиться нестандартными вопросами, которые бы сдвинули в мозг ваших студентов. вложиться придумыванием таких практических заданий либо эссе, либо каких-то индивидуальных проектов, которые бы позволили вот провести это педагогическое изменение, да, заставить их думать по-другому, заставить их посмотреть на вопрос, который вы преподаете, да, на предмет, который вы преподаете по-другому, сконцентрироваться именно на придумывании этих заданий, а не начитывании контента. Вот, значит, и то есть вот идем от интерактива от интерактива, и только когда уже мы понимаем, что без нашей лекции никак, вот тогда мы уже включаем нашу лекцию и желательно ее записать просто на YouTube, на видео, а не вести в прямом эфире. Прямой эфир и телевизионщики это знают очень хорошо. Во-первых, это сильно выматывающая штука. Во-вторых, есть там прекрасный страх. Я сейчас боюсь его растиражировать, но он очень верно был в анкете обозначен. Все те оговорки, которые мы допускаем за закрытыми дверями аудитории, все эти шуточки, которые создают некую ауру и которыми мы управляем аудиторией, пока они остаются в аудитории и не записаны, они, ну, норм, да, то есть пошутили, оговорились, ошиблись, и все, закрывается, ушла группа, и все это забывается. Когда это записывается на видео, есть подсознательный такой страх, что оно все запомнится, и потом мне этой ошибочкой и ткнут. И вот когда вы записываете видео не в прямом эфире, а просто вы там подготовили план лекции, записали видео, отдали им ютубовский ролик, у вас есть шанс вырезать, у вас есть шанс отредактировать это видео и снять вот этот вот, вот этот достаточно высокий шанс ошибки либо там какого-то, ну, какой-то заминки, которая может вас беспокоить. Поэтому запись видео, а потом отдать видеоролик, работает лучше, чем прямой эфир. Ну и плюс прямой эфир, действительно, это тренировка, это, ну, телевизионщиков, тех, кто садится в кадр, тренируют не один день, давайте честно. Вы, по сути, когда вы вынуждены вести прямой эфир, вы становитесь теледикторами. А теледикторы – это ребята, это не просто там с улицы, это достаточно такая серьезная тренировка. Режиссура телевизионная – думать, что у вас на заднем плане, думать, как падает свет, думать, как разворачиваться. Это все, этим всем занимаются специально обученные люди на телестудии. И тут внезапно вы, которым, ну, раньше, если вы не преподавали телевизионную журналистику, вам было пофиг на это все. А сейчас вы внезапно должны освоить вот там практически новую профессию. Поэтому я рекомендую по максимуму избегать этого, а сконцентрироваться на смыслах. Вы, блин, не теледикторы. Вы люди, которые дают студентам, дают своим ученикам новый образовательный опыт. Поэтому по минималочке с прямыми эфирами в единственном случае, напомню, в единственном случае вам придется ввести эти прямые эфиры, если вас за это контролируют. Если нет, сливайтесь до последнего. Значит, я уже произносила несколько раз эту фразу, чем занимается педагог. Вот очень часто люди со стороны, кто не в профессии, кто не преподает, или преподает по, знаете, есть такие люди, которые, особенно в профессиональной среде, в отраслевой, которые, ой, да что там преподавать, я сейчас приду и расскажу. Я называю это баечным образованием. Это когда такой приходит эксперт, который сейчас вас всех научит, как правильно, садится, развалившись, и начинает травить байки о том, как они вот этот проект делали, вот этот проект. Это прекрасный спич, это прекрасная презентация, может быть, может быть, даже очень полезная презентация, но к педагогике, не имеющей никакого отношения. Потому что педагог – это человек, не тот, который рассказывает что-то новое. Педагог – это человек, который ведет ученика и студента по пути изменений вот здесь. Изменений в понимании, изменений в поведении, изменений в планировании своей деятельности в контексте той профессии или той специальности, на которую мы учим. Мы, по сути, режиссеры того, что происходит, они у нас там куклы-актеры, которые двигаются и какой-то опыт получают. А мы организуем им это пространство. Мы не спикеры, мы не создатели бесконечного контента, который они обязаны слушать. Наша ценность как педагогов – это изменившийся ученик. Он раньше этого не мог, он это начал уметь. Он раньше этого не понимал, сейчас он начал это понимать и даже транслировать, интерпретировать близко к чему-нибудь, чему-нибудь внятному. И поэтому мы в этом смысле не должны думать, в том числе и в рамках дистанта, и в рамках очки. Я очень сильно надеюсь, что и очное образование после всего этого карантина изменится. Но мы должны думать о том, что такого еще предложить этому прекрасному мозгу, чтобы он вкурил и понял, чтобы он внезапно словил этот инсайт, чтобы он посидел, подумал, напрягся и что-то сделал. То есть вот наша позиция как педагогов – это люди, которые рулят изменениями. И поэтому, опять же, я постоянно обращаюсь, может быть, для кого-то это для вас не сильно актуальная история про трансляцию видео в прямом эфире, но я вот просто в том поле, в котором нахожусь, я вижу вот это самое-самое, ну, самое плохое, что сейчас происходит, что педагоги пошли в прямой эфир, забывая о том, что, собственно, педагоги должны делать. Ни в коем случае не транслировать лекцию. Значит, каким образом проектируется опыт? Может быть, вы знаете, может быть, вы не знаете. Есть такое понятие в педагогике, как таксономия Блума. В 50-е годы чувак сделал систему действий и неких слоев изменений, которыми оперирует педагог, которыми оперирует преподаватель, чтобы ученик понял, чтобы ученик разобрался, чтобы ученик начал делать. И вот есть там 6 слоев. Это уже там доработанная, переделанная, адаптированная такая система. Но, в принципе, придумать что-то еще, кроме того, что было у Блума, мне очень тяжело. Я там парочку инноваций придумала, и то так, в виде бантика. На самом деле, товарищ предусмотрел практически все, что нам надо. Итак, у нас есть несколько уровней. Первый уровень – понимание. И вот эта табличка вам может помочь спроектировать, что делать-то, какое задание дать, какие вопросы задать в отношении вашего тематического блока. И есть колонка «Примерные виды деятельности». Здесь они просто как бы через запятую. Какие-то подходят под возраст ваших учеников и студентов, какие-то сильно взрослые, какие-то слишком детские. Но у вас есть, по крайней мере, вопрос, там, тема выбора. Вы ткнули пальцем и сказали, о, а вот по этой теме я заставлю их, там, дам задание подготовить совместный Google-документ. И вот, значит, вот ваше задание. И ваша педагогическая роль в том, чтобы совместить тему… Ой, сейчас я что-то… С тематикой у меня хуже все гораздо. Значит, вы берете тему «Восстание декабристов», не знаю, с чего вдруг оно мне пришло в голову, и смотрите, вот тема «Восстание декабристов», какое задание на понимание, почему это произошло, какое задание вы дадите на понимание, там, текста, на понимание, там, литературного произведения, там, параграфы из исторического учебника и так далее. Или вы берете, там, не знаю, тему из математической статистики и смотрите, какой примерный вид деятельности, как сформулировать вопрос, какое задание дать. И затем ваша роль будет в том, чтобы получить эти выполненные задания. И в режиме WhatsApp-консультации, в режиме вы собрали в группе, в социальной сети людей, кто эту тему изучает у вас, это будет отдельная группа, и вы, там, в комментариях, в синхронном режиме даете обратную связь. И вот это по глубине педагогического действия, эта форма общения и коммуникации будет гораздо выше, чем любая лекция, записанная в Zoom, в нашем любимом. Значит, это у нас был уровень понимания, есть уровень оценки. Здесь то же самое. Есть ключевые глаголы, есть вопросы, которые вы можете задать, есть примерные виды деятельности, которые вы можете. Вы, самое главное, когда вот эту вот карту будете рисовать, или там список деятельности будете, когда делать для своего предмета, вы поймите свою нагрузку. Потому что сейчас радостно, сейчас обратные качели качнутся, и такой, я им сейчас всем эссе дам, а у вас группа на 300 человек, вы поймите, что вам эти 300 эссе читать и давать обратную связь. А обратная связь по силам, по вашим педагогическим тоже занимает достаточно много, больше, чем лекция в прямом эфире. Поэтому вы там нагрузку тоже соотносите в своем. Хотя очень-очень сильно хочется часто отдать им в деятельность, в интерактив какой-нибудь. Это интереснее. Это даже самому педагогу интереснее, чем читать перед объективом. Значит, еще один уровень запоминания. Это то, очень часто на чем останавливается наша школьная педагогика. К сожалению, есть другие учителя, конечно, но чаще всего основные претензии к школьной программе как раз в том, что останавливается это все на уровне запоминания, не переходит ни в понимание, ни в анализ, ни в оценку и так далее. Но в любом случае есть блок тематический, всегда в любом предмете, который нужно запомнить, который нужно понять, не понять, нарисовать там, не знаю, таймлайн, ответить правильно на вопросы, не перепутать Александра Сергеевича с Любом Николаевичем. Вот какие-то базовые штуки про запоминания. Применение. Очень люблю всякие такие штуки придумывать. Я, конечно, больше работаю со взрослыми, больше работаю со студентами. Сейчас есть у нас несколько проектов с подростками. В младшую школу я ставлю эксперименты на собственном сыне. Но вот история про применение мне лично очень сильно нравится. Потому что любые задачи на применение требуют от человека интегрировать кучу разных знаний, пониманий и умений. И очень легко задание на применение, очень легко видеть, где человек провалился. То есть, если мы, например, даем студентам первого курса сделать задачу провести репортаж или снять репортаж по такой-то тематике. Если человек к нам приходит и приносит интервью, мы четко понимаем, что он не понимает, что такое репортаж. Он не разобрался в жанре. То есть, применение сразу показывает, выводит наружу все недоученности, все недопонимания, которые есть. Это у нас про применение, есть анализ. Все то же самое, презентацию у вас будет. Сможете распечатать, если есть принтер, поставить галочки. Хочу вот это, хочу вот это. И будет вам набор интерактивов, которые вы можете в свои программы интегрировать. И создание – это наивысшая точка интеграции всего того, что люди умеют и знают. Далеко не всегда, не во всех предметах это необходимо. Но посмотрите, насколько это применимо, насколько это соответствует уровню ваших студентов и тематике вашего предмета. Это вот, собственно, про саму методологию и про проектирование интерактивов. И только после этого, и только потом, 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 когда мы нарисовали смыслы, когда мы спроектировали деятельность, только после этого, исходя из того, что мы напроектировали, мы дальше начинаем подбирать форматы. И вот здесь я всегда говорю, что хороший педагог летит на двух крыльях и одном хвосте. Невозможно лететь на одном крыле. Нельзя лететь на форме. Нельзя говорить, что я крутой педагог, потому что я умею делать мультимедийные интерактивные таймлайны. Ну, ха-ха, смешно. Или там, я прекрасный бизнес-тренер, потому что, не знаю, я умею проводить веревочные курсы. Смешно. Форма важна, но форма, она всегда вторична по отношению к содержанию. И идеальный полет получается, когда у вас хорошо разработанное содержание и адекватное содержание, подобранные форматы. И потом уже для того, чтобы реализовать все ваши хотелки, мы под них ищем инструменты и сервисы. Вот здесь вот кроется основная граблина, на которую наступают все. Люди сначала думают, что они освоят какой-нибудь инструмент и сервис, а потом под этот инструмент и сервис на них автоматически ляжет содержание и педагогический прием. Не работает так. Во-первых, потому что инструментов вот такой табун. Даже простой, вроде бы простой функционал, общая интерактивная доска онлайн, она существует в очень разных форматах с очень разным функционалом. И когда ко мне в личку приходят и говорят, посоветуй какой-нибудь инструмент там, где доска. Ну, типа. А я начинаю занудно людей мучить. Ты на этой доске хочешь делать что? Ты хочешь на ней рисовать, и чтобы люди видели. Ты хочешь, чтобы люди рисовали, чтобы у каждого из них было свое место для рисования, или чтобы они рисовали один общий рисунок, или ты хочешь, чтобы там были стикеры, которые бы они двигали. То есть под каждое из этих действий существует отдельный инструмент. Если вам вообще не страшно, вот если прям совсем не страшно, я вам пришлю ссылочку на такой Google документ, который сейчас собирается огромным количеством специалистов по дистанционному образованию. Ну, я очень аккуратно попрошу к нему отнестись, потому что вы туда зайдете, и там такие ссылочки, платформа для вебинаров, значит, там интерактивные доски, интегрированные для мультимедийных спецпроектов, что-нибудь. Там, короче, вкладок дофигища, и в каждой вкладке еще вот такой вот огромный список ресурсов, сервисов с разной степенью доступа, с разной стоимостью и условиями участия и так далее. Даже я, когда вот я в этой теме достаточно давно, я когда этот документ увидела, а еще дополнила своими наработками, у меня вскипел мозг, потому что для того, чтобы выбрать из этого многообразия, ну, вам по меньшей мере надо пробежаться, надо посмотреть, везде зарегистрироваться, сравнить, вы потратите на это очень-очень много времени и забудете, да, забудете про содержание и про свое педагогическое участие. То есть с инструментами и сервисами есть вот эта опасность, что мы фокусируемся, мы фокусируемся на инструменте и тратим свое время и тратим свои силы на то, чтобы разобраться еще в одном, еще в одном инструменте. А может быть он лучше? И всегда кажется, что есть еще лучше. Зум прекрасен, замечательен, а может быть есть какая-нибудь более интересная платформа? Да, конечно же, есть. Вопрос в том, что в чем вы специалист? Вы специалист в преподавании своей темы, либо вы специалист в подборе этих инструментов. Поэтому давайте договоримся с вами. Значит, вы проходите вот этот смысловой блок, вы понимаете, что вы будете преподавать, в каких педагогических форматах, какая интерактивность вам нужна, и вы просто придете. Я вам сейчас базовые вещи, конечно, скажу, базовые сервисы, которые я рекомендую. Елена, вижу ваш вопрос. Но если вам нужна прям тонкая настройка, вы просто приходите ко мне в Facebook и говорите, Оксана, я поняла, я понял, что мне нужна вот такая штука, которая будет делать вот так. Что под это есть? Я вам расскажу. То есть я в этом смысле достаточно живой Google, который может понимать, что вы хотите, и подобраться с его многообразием. Не надо, пожалуйста, становиться специалистами по выбору платформ. Для этого есть специально обученные люди, просто приходите и не спрашивайте. И да, очень важно. Вот, Арсений, вот очень-очень правильная реплика. Здесь смотрите, еще какая штука с технологиями и сервисами. У нас есть ограниченное время. Мы не знаем, сколько продлится вся эта история с изоляцией и дистанционным обучением. Но проектируем и думаем условно, что это будет месяца три, а там посмотрим. Время внедрения любого инструмента – это достаточно долгое время. И для вас, если вы раньше не пользовались инструментом, пройдет время, когда вы там освоитесь. Вам нужно регулярно, систематически что-то делать, чтобы наработать эту практику. У ваших студентов и у ваших учеников и родителей, если мы говорим про школьное образование, очень разный уровень технологического продвинутости, наличие тех или иных девайсов, скорости подключения и так далее. То есть удержать в голове и спроектировать, сделать архитектуру всей этой системы, кого нужно подучить, кому нужно апгрейдить комп и так далее, у вас взорвется мозг. Не надо. Вам нужно использовать. Кстати, в этом смысле очень полезно и очень хорошо бывает поговорить на эту тему просто с группой. О том, как человек учится, в чем приоритеты, что важно, что не важно и что для вас, как педагога, что для вас, для преподавателя, имеет ценность. И можно просто в открытую честно сказать, вот, ребят, у меня есть там выход, мы можем сделать супер навороченный, мы можем в Майнкрафте преподавать. Сейчас действительно там несколько моих знакомых преподавателей стримят на этих, на платформах, там, где геймеры стримят свои игры. Да, можно. Сколько времени у вас уйдет на то, чтобы освоить это? Ну, потому что вам надо будет поставить один софт, вам нужно будет настроить, вам нужно будет разобраться, где какие галочки ставить в кодеках. Вам это нафига? То есть вот давайте договоримся, что в ситуации шторма вы концентрируетесь на смыслах и на педагогическом опыте, а используете те инструменты, которые и вам более привычны, и людям более привычны. Тогда вот этот стресс, который происходит сейчас, он будет сильно меньше, чем если вы еще завалите людей и необходимости технологических каких-то своих. Вот. Поэтому здесь, смотрите, опять же, да, это качели. Например, у вас группа студентов, они все сидят в ВКонтакте, а вы ВКонтакт, например, как я, на дух не переносите. И мы на эти весы кладем. У меня вся группа ВКонтакте там сидит, понимает, и тусуется, и она там есть. И мне напряжен. Что я могу сделать? Я могу сделать как? Ребята, мы все будем работать в Google классе. И тогда вам нужно, ну, условно, 50 человек группы научить работать в Google классе. Самому разобраться, самой разобраться. И 50 человек изучить. Сколько сил у вас на это уйдет, и сколько и уйдет на плетку, типа, сходи в Google класс. Зачем мы тратим на это время? Давайте вот в этой ситуации, да, если вот такую крайнюю рассматривать, то лучше переступить, вам все равно осваивать какой-то новый инструмент. Лучше переступить себя и прийти ВКонтакте, сделать группу. В группе можно выкладывать видео, в группе можно устраивать один трейдик, одно обсуждение по одному заданию. Там можно прикреплять материалы и объявления наверху. Там можно постить фоточки. Ну, собственно, вот вам эко-среда для вашего курса, для конкретной группы, по конкретной тематике. И время на освоение инструмента достаточно небольшое. Либо вы говорите, есть такой совершенно прекрасный инструмент для контроля, я не знаю, куда там ударение ставить. Окей, сократив, сократив, не знаю, сократив. Короче, есть такой инструмент для делания всяких разных интерактивных тестов и голосовалок, и викторин. Офигенский, классный, крутой. Будет работать только в том случае, если вы разместите прямую ссылочку на эту викторину в то место, где ваша группа тусуется. Вот. Светлана. Ну вот, смотрите, да, да. Прекрасный пример, когда не надо ставить технологию во главу. Есть привычная эко-среда, в которой можно контролировать вот деятельность этой группы. Если что-то в этой группе либо в этом функционале вам не хватает для того, чтобы решить свою педагогическую задачу, приходите, попробуем решить. Буквально там вчера у меня приходил, вчера, по-моему, приходил Олег в личку и спрашивал, каким образом в Zoom сделать что, где, когда. Ну, так, чтобы у людей было свое пространство, чтобы там обсуждать. Потом был общий фон. Иногда бывают такие задумки, которые быстро, бесплатно и на коленке завтра не решить. Но тогда мы применяем мой любимый гуманитарный способ. Мы натягиваем гуманитарное решение на технологическую невозможность. Мы придумываем другой метод и другой формат мероприятия. То есть в данном случае вот подход и идея, каким образом работать с инструментами, ваша педагогическая цель, ваша методология и ваши смыслы важнее, а стоимость по времени, стоимость не по деньгам, а по времени внедрения, это важный фактор принятия решения. Чем незнакомее инструмент, тем более нервно будет и внедрять, и потом использовать, и заставлять людей туда приходить. Значит, что у нас есть из того, что можно порекомендовать в качестве вот решения. Все в одном месте – это, наверное, самый такой шторм, самый прекрасный способ. То есть вам нужно дать людям какое-нибудь одно место, где будет все по вашему предмету. Принцип одного окна работает в большинстве случаев. Если вы договоритесь еще с коллегами и договоритесь, что, например, все предметы этой кафедры находятся в отдельных папках Google Drive, и в одной папке собраны все материалы, и там же туда складываются все эссе и так далее, тогда у людей уровень неопределенности будет еще меньше. Но если вы сами по себе и сами за себя не думаете о других, думаете о своих предметах. Google Class по сути это такая мини-социальная сеть получится со всеми материалами, со всеми контрольными, со всеми эссе и комментариями, которые интегрированы в одно место. Одна ссылка, один предмет, одна группа, и все, что там происходит, вот, собственно, это ваша такая мини-экосистема, в которую вы преподаете и куда скидываете все материалы. И тогда не надо будет делать папочки у вас в электронной почте, в которой будут там эссе и практические задания от одних, эссе и практические задания от других. У вас это будет все сегментировано и не будет месива ваших личных аккаунтов. Значит, Google Drive это там больше для взрослых, особенно если у вас есть какие-нибудь задания, связанные там с совместным творчеством, там, совместным редактированием, либо какие-то групповые проекты. Они делают папочку туда, складывают все материалы и у всех в любое время дня и ночи есть туда доступ. И группа в соцсети как вполне себе взлетаемый формат интеграции всех материалов, всех заданий, всех объявлений, всех мероприятий и расписаний того, что будет происходить в одном месте. И опять же, мы идем в ту социальную сеть, в которой большинство из вот той группы. Я очень люблю Facebook, мне там очень комфортно, я там живу, но студенты в Facebook не живут. Они, выпускники туда приходят потом, когда начинают работать, но студенты живут в других местах. Поэтому моя задача прийти к ним туда, а не тащить их в Facebook. Это будет слишком долго и сильно затратно. Значит, что еще у нас есть по форматам? Это групповое видео, и сейчас идет волна рекламы Zoom, Zoom, Zoom прекрасен, замечательный, но он такой вообще шикарный, прекрасный. Да, ребята, вот Zoom прекрасен, замечательный и чудесен. Есть одно большое но. Сейчас по всему миру вся эта история с карантином, естественно, увеличила нагрузку на все платформы, которые хоть как-нибудь помогают делать дистанцию. Удаленную работу сотрудников, это тоже люди сидят на Zoom, университетами, прямо огромными структурами люди приходят в Zoom, ну, потому что они же тоже лекции пришли читать очень часто. По всему миру это происходит. Нагрузка на саму систему инфраструктурную очень высокая. Как система на это реагирует? Вот буквально там, по-моему, вчера или вчера, или там на стыке вчера-позавчера, YouTube начал снижать качество отдачи видео как раз для того, чтобы сохранить пропускную способность каналов и мощности серваков. То есть, если раньше там отдавалось в HD, то сейчас просто аппаратным способом прикрыто качество, то есть вы можете смотреть на 700 или там даже на 480, то видео, которое раньше было HD. Нагрузка на интернет-инфраструктуру и на платформы колоссальнейшая. В понедельник, вот буквально послезавтра, на Zoom ломанутся американские университеты. И если она не ляжет, эта система, это будет великий подарок судьбы. Поймите, что весь мир ломится в несколько определенных устойчивых платформ, и опасность того, что они рухнут, она абсолютно реальна. Поэтому, смотрите, во-первых, что мы, понимая, как вот экосистема и вот эта взаимозависимость технологии и смыслов, это тоже надо понимать. Вот когда мы заходили в этот вебинар, когда я запускала вебинар, мне вебинар рук от платформы, она мне показывала, она мне показала такое объявление для ведущих вебинаров. Возросшая нагрузка, мы всячески стараемся все это выдерживать и помогать, чтобы система была устойчивая, но основные вебинары приходятся на 10 и на 11 часов. Во всех часовых поясах 10-11. Ну, к сожалению, мы тоже на это время поставили. Но и дальше приписка. Если в будущем есть возможность сдвигать по времени, размазывать по этому времени, это будет прям большое спасибо от нас, владельцев платформы, к вам, организаторам этих мероприятий. То есть асинхронность, отсутствие вот этого все пришли в 8 утра и читаем лекцию, все пришли в 11 утра и читаем лекцию, асинхронность, она экологична не только с точки зрения организации учебного процесса. Ну, совершенно, вот если вас не контролируют по этому, ну, фиолетово, когда он это видео посмотрит, в 2 часа ночи ему удобно это посмотреть или в 3 часа утра ему это удобно посмотреть. Ваша задача как педагога, чтобы он посмотрел и сделал задание. И в том числе вот эта вот асинхронность, она поможет и распределить более стабильно распределить нагрузку на платформу. Поэтому групповое видео, если люди привыкли чатиться и делать видеозвонки в Фейсбуке, созванивайтесь в Фейсбуке. Просто определитесь одно место, где это будет происходить. Будет это видеозвонок в WhatsApp, будет это звонок в WhatsApp, будет это телеграмовский звонок, будет телеграмовский. То есть в данном смысле вам не надо искать платформу для массового вещания. Все массовое вещание по максимуму превращайте просто в ютубовский ролик, который люди должны посмотреть, ответить на вопросы, посмотреть, сделать задания и так далее. Прямой эфир, если вас не контролирует районный отдел по образованию, лучше, конечно, убирать его. Едем дальше. Значит, видео-лекции YouTube. Есть, конечно, вариант... Нет, никакого варианта. YouTube. Все. выложили, сделали плейлист, все лекции по такому предмету в таком плейлисте, все лекции по такому предмету в таком плейлисте. Без вариантов. Значит, опросы и тесты. Тоже, кстати, один из самых популярных запросов, какой есть инструмент для того, чтобы контролировать там, что студенты делают, а еще, знаете, есть такой запрос, как бы сделать так, чтобы в онлайне и желательно бесплатно сделать проверку достоверности, что именно этот человек выполняет это задание. Ну, знаете, как вот, если вы сдавали языковой экзамен либо Альц или Тойфу, там, когда сдаешь экзамен, ты, значит, фотографируешься и идет видеокамера, которая контролирует, что именно ты выполняешь этот тест. Но так как стоимость, ну, во-первых, стоимость самого экзамена достаточно высока, а и стоимость ошибки достаточно высока, что с этим документом я могу поступить в любой университет, который эти результаты принимает, как с ЕГЭ, тогда понятно, зачем устраивать такую систему. Если же у нас небольшой курс и все студенты на глазах, и мы видим, как развивается, как нарастает выполнение какого-то практического задания, то вот это вот с лечением морды, с выполнением задания на нашем уровне чаще всего не нужно. Вот этим всем должны заниматься чуваки, которые делают ОГЭ, ЕГЭ и, не знаю, там какие-нибудь... Сейчас, сейчас, сейчас. YouTube для лекций по истории искусств и дизайна. да, это правда, это правда. Ну, смотрите, Надежда, в этом смысле, да, это очень хорошее, очень хорошее замечание, но в данном случае тогда мы кладем просто видеоролики на Google Drive, просто как на хранилище, и там, собственно, их в списке, в списке храним. На самом деле, с этими, с авторскими правами влетаешь и в Facebook, когда выкладываешь видео, причем очень такие странные, странные штуки, когда снимаешь видеорепортаж, видеорепортажи, даже вообще не про лекцию, не про искусство, а видеорепортажи фоном идет танец на... с какой-нибудь музыкой, музыка в базе, и за это банят тебе весь видеоролик. На самом деле, да, это очень, очень правильная история. Выложить, выкладываем видео просто в Google Drive как в хранилище или на Яндекс.Диск, у кого, где больше места есть, и делаем плейлист, плейлист там. Да, спасибо большое, Надежда, это очень, очень правильное замечание. Значит, про опросы и тесты. Google формы самый простейший вариант. Там есть масса вариантов, как можно этот опрос, значит, как можно этот опрос организовать. Там есть выбор из, там, один из нескольких, несколько из нескольких, есть развернутый, напишите здесь своим текстом, есть с проверкой, можно даже, там, какие-то простейшие математические расчеты туда проектировать. То есть, плюс еще Google форма, она дает вам возможность не разгребать самому, не структурировать весь материал. То есть, вы получаете в итоге из Google формы, вы получаете экселевскую табличку, в которой будут все имена, все имейлы, которые они указывают, ответ на конкретный вопрос, ответ на конкретный вопрос, то есть, это сокращает то время, которое вы тратите на обработку материалов. Все, что можно превратить в тестовую работу, все, что можно превратить в короткие сейли, в короткие ответы, Google формы совершенно нормально вам подойдут. И вот этот вот сократив, сократив, не знаю, как ударение, это история про более фривольные викторины, более веселые, если вам нужно как-то разнообразить атмосферу. То есть, там больше игровых компонентов, которые можно поиспользовать. там они все представлены. Если нужна будет какая-то там более детальная, более детальные мануалы или там инструкции какие-то, просто маякните, мы все подготовим, все сделаем вообще без вопросов, чтобы вам было понятно и можно было это внедрить. И еще один формат, который я бы, я лично очень люблю. Он может быть для вас непривычен, а может быть, я просто не знаю, что он для вас привычен. Это скринкасты с обратной связью. Значит, как мы, как педагоги, даем обратную связь? Если мы делаем развернутую обратную связь, мы часто пишем текст. И когда ты пишешь текст, ну вот я лично, да, вот у меня была группа 150 человек, но я задолбалась, если честно, каждому писать развернутую, обязательно, чтобы там было, сначала нужно похвалить, найти хорошие вещи, ну как бы хорошие моменты в работе, потом, значит, что не сильно хорошо получилось. Ну то есть, и когда пишешь этот текст, отваливается все, и мозг, и уши, и пальцы, и все такое. И я нашла для себя решение, вот, собственно, в скринкасте. Мне присылает, мне присылает студент, присылает развернутое текстовое эссе. Он написал эссе. Я включаю, значит, вот программу, которая пишет то, что происходит на экране, и параллельно пишет мой звук, и может писать мое лицо. И я просто наговариваю, я иду в компьютере, я двигаю мышкой, я могу там подчеркивать, выделять, и я наговариваю свои комментарии, то, что я хочу этому человеку сказать. И запись этого видеоролика, там, чуть-чуть потренироваться, запись этого видеоролика, наговор обратной связи, он происходит быстрее, чем написание развернутого текста. Если вы даете обратную связь в формате, там, оценки от 1 до 10, там, от 1 до 5, то, конечно, проще написать просто, там, 2-3 и свободен. А если нужно разговаривать, то вот этот скринкаст, он экономит время, а еще самое прекрасное, в этом видео вы можете говорить живым языком. Все-таки письменная речь и устная речь, она очень сильно отличается. А со стороны студента, и вот я достаточно часто это все практикую, со стороны студента, знаете, какой эффект происходит? У него складывается и у него складывается ощущение, что преподаватель разговаривает с ним. и тогда вот то, что мы говорили в самом начале, вот этот страх потери личного контакта, он, конечно, будет не такой же, как обнимашки, не такой же, как живой контакт, но некоторую часть вот этого разрыва вечного текста и бесконечного текста с помощью вот этих скринкастов можно закрыть. Действительно никогда не будет равной абсолютно полноценной, так, как было в оффлайне, точно так же в онлайне. Самый того, что я сегодня рассказывала. Наша задача не найти инструмент, не придумать виртуальную реальность с очками, которая полностью передаст наше тело мимику и так далее. Наша задача сделать шаг назад, понять, что мы делаем, зачем мы делаем, какой цели мы достигаем педагогической и пересобрать нашу программу так, чтобы вот эти эмоции, эти ощущения и эти цели, они были достигнуты. Это будут, скорее всего, другие инструменты и другие форматы, но наша задача не повторить живую реальность, это невозможно, а наша задача вот эти эти ощущения хотя бы как-то близко как-то близко передать. И желательно в нашей ситуации, в нашей ситуации шторма сделать это спокойно, потому что все родители смотрят на педагогов в поисках устойчивости и понятности, что происходит. Все студенты смотрят, опять же, на педагогов, потому что вы лидеры мнений, вы люди, которые вообще, в принципе, в этой и во всей структуре общественной прийти те, кто знают. Мы сами понимаем, что у нас точно так же в голове творится вот это, а, господи, что делать? Но для них мы вот эта вот устойчивость и те вожаки, те капитаны корабля, которые протащат их сквозь этот шторм. Поэтому важны очень очень важны контакты между разными педагогами и преподавателями. Не в смысле перекинуть друг другу ссылочки на еще один инструмент, который взорвет опять голову. Скорее про методики, скорее про как еще по-другому организовать обратную связь, как созваниваться с малыми группами, как разделить мотивированных от немотивированных. Этим дать эссе, реферат, хай они зададут и получат свой трояк, а с высоко мотивированными поработать над проектом и в режиме виртуальной доски, совместного Google документа и так далее. То есть в данном случае общаться с коллегами конечно больше стоит искать темы более смысловые, педагогические и про содержание. Значит вот это то, что я хотела вам сегодня рассказать. Еще раз повторю, что я в Фейсбуке открыто, приходите в личку, задавайте вопросы. У нас есть три вопроса, которые есть в блоге. Пока я отвечаю на них, формулируйте, если что-то еще есть, что вы хотите у меня спросить. Значит Оксана, как тебе Телеграм, как среда для курса? Значит Телеграм что для медиа, что для образования? Телеграм больше это про вещание. То есть в чем кайф Телеграма, почему он достаточно серьезно взлетел на фоне социальных сетей, где комментаторы комментируют и пишут всякую фигню. Потому что в Телеграме для автора есть такая прекрасная возможность ты вещаешь и тебе пофиг. Ну то есть там нет комментов под твоим контентом и это тебя спасает. Да, конечно, туда добавили различные возможности голосования отмечалок, но все равно Телеграм это про вещание. И если ваш курс и ваш проект это скорее про донести информацию и вам пофиг на обратную связь, то Телеграм будет прекрасен. у вас не будет более чтения комментариев. Что еще с Телеграмом? Здесь надо смотреть ваша аудитория. То есть если ваша группа, которую вы учите, она сидит в Телеграме и живет в Телеграме, ну тогда да, тогда есть аргумент, почему мы выбираем Телеграм для этой среди. Но так в целом я бы не видела там великих перспектив именно для того, чтобы вот эту коммуникацию в группе налаживать. Значит, как структурировать материалы ВКонтакте для разных предметов и разных групп? Это разные группы. Ну то есть вы заводите группу, которая предмет и группа, предмет и группа. То есть когда все это кончится и там вы может быть сделаете какой-то свой супер навороченный смешанный курс, тогда можно будет как-то проектировать по-другому. Но сейчас у людей есть в голове вот эти определенные рамки. У нас есть предмет в расписании, у нас есть педагог, который ведет этот предмет преподаватель, и у нас есть номер группы, к которому ты относишься. И поэтому люди, они ориентируются, знаете, как билет на автобус купил, номер автобуса куда едет, вот мой билет, вот мое место. Для них это тоже такой же ориентир. Если сейчас это смешать, это будет им тяжело ориентироваться. Поэтому даже если у вас один предмет разные группы, если у них разные активности, вы делаете, ну, не знаю, теория, история, медиа для группы 103, теория, история, медиа для группы 105. И вы тогда понимаете, кто в этих группах находится. Рассматриваем ли вопрос защиты прав на результат интеллектуальной деятельности, запись лекции на YouTube. Здесь смотрите, вот если вопрос про то, что Надежда писала, что мы берем чужие материалы для учебной деятельности, то даже в YouTube вот этом соглашении есть, ну, в смысле, в американском законодательстве, там есть оговорка, что если это используется для образовательной деятельности, то типа есть скидки, не надо вам платить, но вы обязательно должны указать автора, источник, откуда вы это взяли и так далее. Но так как в основном сейчас все платформы и Facebook, и YouTube, они, вот это соблюдение авторских прав, они делают алгоритмами и автоматами, роботами, роботы не читают то, что вы в описании написали, используются для образовательных материалов. Они по коду, по цифровому определяют, что это есть в базе на защите авторских прав, они это банят. То есть это то, что касается этих чужих материалов. То есть мы все всегда ходим по очень тонкой грани, когда используем чужие материалы, особенно если вот мы что-нибудь про режиссуру преподаем, но мы не можем преподавать режиссуру, не показывая фильмы, или там не вырезая фрагменты, не показывая на экране, не тыкая пальцем, вот посмотрите, какое решение. То есть это физически невозможно, иначе мы бла-бла-бла образованием занимаемся. И поэтому мы ходим по тонкой грани. К нам могут всегда вредить и сказать, чуваки, вы используете ата-та, отдайте, заплатите бешеные бабки. И тогда юристы отстаивают то, что вы это используете для образовательных целей. Это в любом случае нерешенный пока вопрос в мировом контексте. То, что касается ваших авторских прав на ваши лекции, то здесь эта история про никто, никто ни в каком суде их не защитит. То есть если вы не про Mount Pictures, не Sony Pictures, то ваши авторские права это очень такая иллюзорная штука. То есть я, допустим, уже достаточно часто вижу, когда мои презентации просто берутся Ctrl-A, Ctrl-C и используются всякими инфо-цыганами в их курсах. Здесь вопрос с одной стороны щекотливый, с другой стороны я как девочка Excel кладу это на весы. Сколько времени и сил и денег я потрачу на то, чтобы отсудить это с непредсказуемым результатом? Дофига и результат непредсказуемый. И в этом смысле я, конечно, вот я лично забила на этот вопрос. Я просто генерю много-много контента и стараюсь выстраивать то, что называется личным брендом, когда люди понимают, что вот эта презентация была от меня. То есть я, это не идеальный совершенно выход, совершенно не идеальный, не для всех подходит, но то, что вы сделали лекцию, то, что вы выложили это в YouTube и потом кто-нибудь это будет использовать, вы для себя сами принимаете решение. Вы хотите это закрыть от всех, тогда, ну, например, есть решение сделать это видео доступным только по ссылке. Это немножечко ограничит распространимость этого видео. Но в целом реальность такова, что весь контент, который вы производите, даже если вы поместите посередине своей презентации, посередине слайда, повесите огромный водяной знак «Сделано Арсении», это ничего не спасет. В этот пример есть Кирилл Анастасин, который рисует камикаки, очень клевые карикатуры, очень такие жизненные. И его прям очень сильно бесит, что народ скачивает, это использует у себя картинки, ну, потому что картинка лежит в интернете, и каждый может ее взять. Так люди что делают? То есть он там подписывает, как там Сергей Ёлкин подписывает свои карикатуры, и он, Кирилл тоже подписывает это. И люди не гнушаются, они залазят в условный фотошоп, стирают подпись автора и дальше распространяют это. То есть для кого-то это сильно болезненно, вот для Кирилла прям очень, он там периодически выступает в Фейсбуке с проклятиями. Вот. Для меня я с этим смирилась, что это все используется, сама стараясь по максимуму соблюдать этот минимальный джентльменский набор. То есть если я беру какое-то изображение, я по максимуму нахожу первоисточник и автора, и откуда взято, очень хорошо Википедия помогает. Там все картинки, которые выложены в Википедии, там есть кнопочка так называется короче готовый готовый текст, который нужно разместить рядом с фото, чтобы вот эти авторские права обозначить. То есть еще же очень большая сложность докопаться кто это, где это, откуда на это время уходят. Но в целом вообще мои все произведения я обычно говорю пользуйте, я еще нагенерю. Но это мой подход, к сожалению, оно не для всех подойдет. Так, значит, наши материалы будут скачивать. Знаете, когда мы, у меня есть курс по информационной экономике, которая устроена совсем не так, как товарно-услужная экономика. Опять же, эта вся история очень часто связана с философией и с неразрешенными пока ненайденными решениями. Вот в информационной экономике, в экономике шаринга, по идее, чем больше ваши материалы используются, тем больше капитал у вас нарабатывается. Ваш социальный капитал, ваш информационный капитал и ваша узнаваемость как автора такого контента. то есть в случае с услугой и товаром вы заинтересованы в том, чтобы никто больше и патентное право построено на том, что не дать никому вашу прекрасную разработку. В экономике шаринга вы зарабатываете не на продаже каждой конкретной вот этой вот штучки, каждого конкретного слайда или каждой конкретной лекции, а вы зарабатываете, например, на том, что если ваши лекции распространены и вы становитесь известным и популярным, ваша стоимость тренинга, вебинара повышается и вы этим окупаете, то есть вы продаете не контент, а контент используете как маркетинговый, способ маркетингового продвижения себя как спикера, как эксперта, как специалиста в своем вопросе и так далее. То есть там вот такая есть заморочечка экономическая и в этом смысле я вот, опять же, база моего смирения в том, что охотясь за людьми, которые тырят у меня презентации, я теряю деньги и время. А на том, что они везде лежат и мне ребята с торрентов пишут, Оксана, твоя книжка появилась на торрентах, давай мы ее типа грохнем. Я говорю, хай лежит. Если она появилась на торрентах, значит она имеет какую-то ценность, люди зачем-то ее туда положили, потому что в полнейшую фигню они на торренты не кладут. То есть я это все использую просто для того, чтобы повышать свою ценность специалиста. Опять же, неоднозначная вся, неоднозначная штука. Так, ну что, друзья, если есть еще вопросы, значит, презентация будет, запись видео будет, что еще, что еще, а, ссылочка на вот эту страшную ужасную таблицу, в которой куча всяких, чтобы у вас взорвался мозг, это я вам тоже пришлю. Так, есть еще вопрос, ждем еще вопрос. и, значит, в Фейсбуке я открыта приходите, помогу, чем смогу. А в целом, в целом мы завершаем. Значит, друзья, про психотерапевтично. Я как психиатр психиатра, я считаю, что нет особой разницы между сферой медиа и сферой образования. Мы все работаем в коммуникации. Мы все работаем в отрасли, задача которой передавать информацию из головы в голову, делать ее понятной, либо, наоборот, запутывать, это тоже есть иногда такая задача. И те коммуникационные инструменты, и то понимание, как человеческий мозг учится, как человеческий мозг воспринимает информацию, почему ее отторгают, почему пропускают мимо ушей, как люди ставят цели, как они выстраивают свои образовательные стратегии, как они мотивированы. Я вчера выложила свой пост старый про 38 мотиваций. Далеко вообще, и вообще в принципе очень небольшое количество людей нацеленные на то, что обычно преподаватели и педагоги считают ценным, на смысл. Вот смысл моего предмета, и я его читаю. Ну окей, два на группу, четыре на группу, великое счастье. Остальные пришли по куче других-других причин. И мы, как спецы в коммуникации, мы должны это учитывать, должны это понимать и структурировать, режиссировать нашу деятельность так, чтобы и эти у нас не отвалились, высокомотивированные, и халявщики не испортили нам всю атмосферу. Так, значит, школа медиаграмотности не успели до карантина провести хакатон. Давайте про хакатон просто в личке поговорим, потому что это там специфическая история, я не уверена, что всем это прям надо, просто в личке про это поговорим, есть пара идей. Да, Светлана, геройствовать не надо, ваша жизнь, ваша психика и ваш живой мозг ценнее всех программ, всех учебных отделов и прочей чешуи. Вот, если вдруг будет в этом сомнение, приходите, либо где-нибудь там в комментариях, просто поддержу, обниму и всячески постараюсь. Значит, про курс мультимедийного педагога. Здесь смотрите, какая история. У нас сейчас идет весенний педагог, и там уже достаточно ребята продвинулись сильно. Я думаю, что на весенний наверно вряд ли. Давайте в личку посмотрим, мы пообщаемся с администратором курса, поговорим, можно ли будет к нему подключиться. Все. Друзья, очень рада была вас видеть в чате, как минимум. Давайте дружить домами, фейсбуками, поддерживать друг друга. Все сделаем, все выстоим, все получится. обнимашки, обнимашки. Все. лейтинг лейтинг